Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. Может ли женщина-бодибилдер достичь заметных спортивных результатов, огромных мышечных объемов и сохранить при этом красоту и женственность? Очевидно, что может. И пример такой удивительной девушки Мария Ваттель из Голландии. Помимо упорства в достижении своей цели, судьба подарила ей завидные антропометрические данные. Мария по праву заслуживает звание самой высокой бодибилдерши в мире. Ее рост составляет 185,5 см. А гармонично развитое тело, несмотря на созданный ей самой имидж эдакого гладиатора в юбке, все же остается телом прекрасной женщины. В отличие от перекачанных дам с мужскими лицами, Мария выглядит очень органично для своего роста. Выделяющиеся мышечные группы все-таки еще позволяют угадать в ней женщину. Ее 90 килограммов мышечной массы не нарушают впечатление стройности и своеобразного изящества. Мария Ваттель – профессиональный бодибилдер федерации АФББ. Она с завидной стабильностью занимает высокие места как на соревнованиях, проходящих в Нидерландах, так и на европейских турнирах. Помимо построения тела в зале, девушка занимается боевыми искусствами и тренерской деятельностью, проводя персональные тренировки для своих клиентов как по интернету, так и лично. Кроме того, Мария – успешная фотомодель, рекламирующая спортивные товары производства ведущих мировых брендов в сети Instagram. Для своих рекламных фото она часто выбирает имидж амазонки и воительницы. Это стало для нее своего рода визитной карточкой. Также Мария Ваттель – известная феминистка и общественная деятельница, выступающая за равноправие женщин. Гармонично сложенное тело Марии требует тренировок всех мышечных групп. Девушка с одинаковым упорством качает как вверх, так и низ тела. Тренируется она 5-6 раз в неделю в среднем по 2 часа. Набор упражнений, которые чаще всего используют в своих тренировках Ваттель, включает в себя занятия со свободными весами и на тренажерах, так и собственным весом. Комплексы упражнений обычно состоят из 3-4 подходов по 8-12 повторений в каждом. Силовые девушки тоже довольно неплохие. Есть видео, где она с легкостью жмет от груди 100 килограмм на несколько повторений. В питании голландской амазонки преобладает стандартная белковая диета. В рацион входят курица, яйца, молочные продукты, нежирное мясо, много рыбы и овощей. В первую половину дня в пищу часто употребляются бобовые, а также злаки и другие зерновые продукты. Мария ест 5-6 раз в день небольшими порциями. 3-4 основных приема пищи сочетаются с 2-3 небольшими перекусами после тренировок. За пару часов перед занятиями могут употребляться различные виды спортивного питания, витамины, протеины или минеральные комплексы. В течение дня спортсменка выпивает в среднем от 2 до 3 литров воды. Спиртные напитки, сладости и мучные изделия Мария позволяет себе лишь несколько раз в год по праздникам. Что касается вопроса, применяет ли девушка фармакологию, то тут двух мнений быть не может. Конечно принимает. Потому что девушке просто невозможно добиться таких мышечных объемов без поддержки изне. Какой бы удивительной генетикой и антропометрическими данными не наградила ее природа. Но это нисколько не умаляет ее достижений и огромного труда в зале. Судя по числу поклонников мужчин в социальных сетях, Мария Ваттель является одной из наиболее привлекательных атлетических женщин в глазах сильной половины человечества. Согласно признаниям многих фанатов, образ сильной и прекрасной амазонки стимулирует их самих заниматься спортом и поддерживать себя в достойной физической форме. На этом все друзья, если это видео было вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!